Стратфор, США. Постоянное военное присутствие США в Польше спровоцирует ответные действия России. Стратфор, США. 10 июня 2019 года. Вероятнее всего, США приступят к реализации планов по расширению своего военного присутствия в Польше. Эти планы включают в себя отправку более тысячи военнослужащих и постоянное присутствие американских сил в этой стране. Хотя присутствие американцев в Польше вряд ли примет ту форму, которую Варшава предложила в рамках своего плана Форд Трамп, оно, тем не менее, будет представлять собой конкретное подтверждение готовности США участвовать в обеспечении безопасности Польши, играя роль дополнительного уровня защиты против России. Скорее всего, Москва отреагирует на подобное соглашение наращиванием собственного военного потенциала у границ Польши, прежде всего укрепив системы обороны в Белоруссии. Примечание редактора, этот анализ является частью серии статей, которые послужат обоснованием для прогноза Стратфор на третий квартал 2019 года. Эти статьи призваны обеспечить более широкий контекст и представить подробный анализ ключевых изменений, которые произойдут в следующем квартале. Польша уже давно просит США о постоянном присутствии американских военных на своей территории, чтобы они могли служить дополнительной защитой от российского влияния. Однако несмотря на просьбы Польши, Вашингтон предпочитает придерживаться более гибкого подхода в вопросе обороны этой страны. Вполне возможно, что теперь, когда у руля в США оказался президент Дональд Трамп, ситуация изменится. США и Польша больше года ведут переговоры о заключении такого соглашения, которое, как сообщили польские чиновники, может быть подписано уже к 1 сентября. Тем не менее, постоянное военное присутствие США в непосредственной близости от России неизбежно спровоцирует ответные действия со стороны Москвы, которая может расширить собственное военное присутствие у границы с Польшей, в результате чего Варшава окажется между Москвой и Вашингтоном в их все более напряженном противостоянии. Страна на линии противника Польша, которая находится на передовой наращивания военного потенциала России и Запада в Центральной и Восточной Европе, давно добивается от США дополнительных гарантий безопасности. Несмотря на ее вступление в НАТО в 1999 году, в этой стране до сих пор нет того многочисленного военного контингента НАТО, размещенного на постоянной основе, который есть в таких странах, как Германия и Италия. С другой стороны, украинский конфликт также предоставил Польше возможность укрепить ее позиции на передовой линии противостояния России и Запада. С тех пор Варшаве, а также Латвии, Литве и Эстонии, удалось добиться увеличения военного присутствия США и НАТО. В настоящее время на территории этих стран на ротационной основе находится 4,5 тысячи военных. Последние несколько лет войска НАТО, которые служат своего рода защитой от возможных действий России, стали чаще проводить более масштабные военные учения, что служило подтверждением оборонных обязательств Альянса НАТО перед его прифронтовыми членами. Польша ищет подход к Вашингтону. Тем не менее, такой военный контингент не удовлетворяет Польшу, которая добивается постоянного военного присутствия США на своей территории. Избрание Дональда Трампа в 2016 году предоставило Варшаве новую возможность достичь ее цели. Последние три года Польша позиционировала себя как главного сторонника инициатив США касательно НАТО и Евросоюза. Трамп настаивает на том, чтобы страны НАТО тратили на оборону минимум 2% их ВВП, и пока это требование выполнили только Польша и еще несколько членов НАТО. За последний год Польша поддержала и другие ключевые инициативы Белого дома, включая введение санкций против Ирана, увеличение объема закупок американского природного газа, попытки США помешать реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2», рассмотрение возможностей запрета китайскому технологическому гиганту Huawei и создавать в Польше инфраструктуру для пятига, а также увеличение объемов закупок американского военного оборудования, включая планы по покупке истребителей. Все это позволяет Польше настаивать на постоянном присутствии американских военных на ее территории. В ходе встречи с Трампом в сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности выделить США 2 миллиарда долларов на строительство американской базы у реки Висла на восточной границе Польши и даже предложил назвать ее «Форт Трамп». С тех пор стороны активно вели переговоры касательно постоянного присутствия американских военных в Польше, и американские чиновники предложили иной формат военного сотрудничества между этими двумя странами. Вместо того чтобы строить одну крупную военную базу, Вашингтон предложил распределить американских военных по существующим базам в стране, таким как Редзикова, Познанияржич. В соответствии с этим планом Вашингтон также предложил построить склад оружия НАТО в Повидзе. С таким предложением выступала еще администрация президента Барака Обамы, а также разместить еще один 1,5 тысяч американских военных в этой стране. И, хотя это является гораздо более скромным предложением по сравнению с тем, на что надеялась Польша, она предлагала развернуть на своей территории контингент в 15 тысяч американских военнослужащих, оно все же позволит установить в Польше постоянное присутствие американских военных. Реакция России, ставка на Белоруссию с учетом всего этого, независимо от конкретных деталей потенциального нового оборонного соглашения между Вашингтоном и Варшавой, любое увеличение численности военного контингента в Польше, даже если оно будет незначительным, повлечет за собой укрепление позиций России. Одним из возможных участков наращивания военного потенциала станет Белоруссия, которая уже является ключевым партнером России в области обороны, будучи членом Организации договора коллективной безопасности. Россия долгое время видела в своем западном соседе удобную возможность для расширения своего военного присутствия, в первую очередь в форме военно-воздушной базы рядом с польской границей. Таким образом, размещение американских военных в Польше на постоянной основе может послужить необходимым поводом для того, чтобы Москва предприняла соответствующие меры. Между тем, несмотря на крепкие связи с Россией в области обороны, Минск пока противился идее открытия российской военной базы на своей территории. Это объясняется в первую очередь позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко, который стремится сохранить независимость его страны от сильного восточного соседа. С момента революции Вромайдона в 2014 году Белоруссия старалась позиционировать себя в качестве посредника между Россией и Западом, вместо того чтобы быть просто пешкой в глобальной стратегии Москвы. Белоруссия стала местом проведения переговоров по украинскому конфликту, в результате которых были подписаны Минские соглашения. Кроме того, Лукашенко использовал свое положение примирителя в качестве инструмента для ослабления давления Запада на его собственное правительство, что позволило Минску добиться некоторых уступок от Европы и США. С учетом этого увеличения численности американских военных в Польше может изменить расчеты Белоруссии. Американские военные будут находиться в непосредственной близости от границы Белоруссии, представляя собой прямую угрозу для этой страны. В конце 2018 года Лукашенко предупредил министра иностранных дел Польши Ицека Чепутовича, что Белоруссии и России придется ответить на предлагаемую Польше американскую военную базу, добавив, что эти две страны будут вынуждены что-нибудь развернуть, чтобы противостоять Варшаве и Вашингтону. Это предупреждение Лукашенко свидетельствует о том, что страны всерьез рассматривают возможность открытия российской базы в Белоруссии и что Минск будет ставить собственные интересы безопасности выше развивающихся связей с Западом. Разумеется, открытие военно-воздушной базы – это не единственный способ увеличения военного присутствия России в Белоруссии. К примеру, Москва может развернуть в этой стране свои истребители или системы ПВО. Россия также может нарастить свой военный потенциал в других близлежащих районах, включая Калининград, Крым и Восток Украины. В зависимости от характера американского присутствия в Польше, приближающийся визит Дуды в США, который намечен на 12 июня, может способствовать реализации военного соглашения, о котором Польша надеется договориться до визита Трампа в Варшаву 1 сентября. Однако если США и Польша сделают это, возникнет риск эскалации соперничества между Москвой и Западом в области вооружений, поскольку Россия и Белоруссия ясно дали понять, что увеличение военного присутствия США, будь то абсолютно новая военная база на территории Польши или расширение существующих в этой стране баз, не оставит этим двум восточным союзникам иного выбора, кроме как ответить наращиванием собственных военных потенциалов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.